Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз я вам расскажу историю, в которой я чуть не раздолбал свой Xbox. Ну, а если быть конкретнее, расскажу про проблему, прям про дурацкую проблему, с которой я недавно столкнулся. Также расскажу о игре Gears 5, потому что история капец как связана с этой игрой, и в принципе обсудим отношение Xbox к этой франшизе. Перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, и не забывай ловить промокодик на Кинопоиск HD, который даст вам 60 дней совершенно бесплатно, можете там пальнуть нового майора грома, Лигу справедливости и еще куча всяких проектов. Помимо этого, вам дадут еще кэшбэки на сервисы Яндекса. В общем, промокод и ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закопленном комментарии, поэтому юзай, пока есть возможность получить халяву, и давайте начнем. Начнем с того, что мы решили поучаствовать на турнире Gears 5. Если что, турнир проводили ребята с тематического сообщества ВКонтакте, за это им огромное спасибо, потому что организация была хорошая, и само мероприятие прикольное. Я считаю, что такие мероприятия, которые сделаны фанатами, да, любителями данной франшизы, которая относится к Xbox, должны поддерживаться как-то официально со стороны Xbox, ибо такие мероприятия дают, как бы, интерес и к игре, и к платформе, да и просто делают какую-то дежуху, ну, почему бы и нет. В общем, все было круто, организованно, интересно, даже были комментаторы, короче, ребят, вам респект, ну, от души, вот это был реально классный турнир, вот реально. Теперь, в принципе, к самой той ситуации, с которой я столкнулся. Я, Виджил и Снупи, по сути, играем иногда в данную игру, и решили поддержать движуху, поучаствовать, пофаниться и так далее, но проблема была в том, что для полной команды нам нужно было 4 человека. Я решил позвать своего родного брата, который когда-то играл в гирю, для того, чтобы у нас был хоть кто-то, кто умеет играть в гирю, или хотя бы просто стрелять. Как вы знаете, у меня есть Xbox Series X, 2 Xbox One, один фанат, другой S, и в итоге до турнира, где-то за день, я проверяю всю эту тему, а то, мало ли, где-то гири не скачано, ну, поскольку на Xbox One должен был играть брат. В итоге проверяю, игра запускается, все четко, ибо я просто не удалял эту игру с тех консолей. В итоге, в день турнира, остается где-то 30 минут до начала, пятая часть гири запускается на Хуане где-то с пятого раза, мой брат заходит, заходит в игру, и в итоге у него просто не запускается онлайн-режим, в котором мы должны были играть. Я понимаю, что, в принципе, время еще есть, быстро включая второй Xbox, именно Фатку, в то же время, начиная с консоли Xbox Series X, перебрасывать на жесткий диск гирю пятую, дабы в случае чего быстро жесткого диска на другой консоли ее запустить, ибо перекачивать с интернета будет очень долго. В итоге Фатка показывает обновление игры на полтора гигабайта, который скачивается около часа, и, в принципе, мы понимаем, что первую игру мы играем втроем без четвертого игрока. Я с этим более-менее смирился, было ужасное чувство, что я всех подвел, по сути, всю команду собрал, всем дал указания, а в итоге сам подготовиться не смог. Ну, поскольку я досконально не проверил до конца. Но думаю, пофиг, у нас все равно есть два варианта, скопировать игру на жесткий, чем я, в принципе, занимался, попутно играя первую катку, и обновить игру на Фатке. В итоге, к сожалению, мы всасываем первую игру, ибо втроем очень сложно играть против четверых, ибо нужно контролировать нормальное оружие, какие-то зоны, но, к счастью, докачивается обнова на Фатке, и что вы думаете? Прикол в том, что по какой-то причине на Фатке игра начала скачивать предыдущее обновление игры, а не самое актуальное. И, соответственно, сразу же после обновления, которое весило полтора гига, она фигарит обновление еще на семь с половиной гигабайт. Ну, тут я просто поник. У меня хоть скорость и 100 мегабит, и Xbox все равно иногда скачивает со скоростью 2 мегабита, 10 мегабит, иногда просто снижает скорость до, там, двух килобайтов, и, соответственно, все идет очень и очень долго. Окей, я думаю, раз такая тема, все равно есть последний шанс, у меня как раз докачивается игра на жесткий, и в итоге я хочу перебросить игру на эску, но, к сожалению, она тупо не перебрасывается, поскольку версия для нексгена блочится со старой консолью. И система просто не может выдернуть жесткого те нужные элементы, которые могли бы запустить игру именно на эске, хотя игра, в принципе, одна и та же. После этого момента вы не представляете, что у меня было в душе, что было у меня в голове, потому что это был реально жесткий косяк и реально жесткая ситуация, потому что мне был важен этот турнир, вот реально. И в итоге я так и не понял, почему у меня была скачана игра, но компоненты к ней не были скачаны, хотя, в принципе, на этой консоли у меня давно была скачана гиря, и невозможно было бы такого, чтобы я их не скачал, потому что там либо игра скачивается, либо игра не скачивается, но просто вообще не понял. Ну и, короче, было принято решение играть в три рыла, да, это было сложно, Но следующую катку мы выиграли и потом следующую мы проиграли, потому что против четырех, особенно против команды, которые более-менее хорошо играют, ну и втроем играть крайне сложно. Я прекрасно понимаю, что в принципе проеб полностью на мне, но у меня все равно есть претензии к системе, из-за которой скачанная игра, но ты в нее поиграть не можешь. Просто самый прикол в том, что в этой игре нету компонентов, которых я мог бы скачать отдельно через Тор. Например, если в колде эта тема есть, ты скачиваешь компоненты игры, дабы сэкономить место и время, прям через Тор. В гире же скачивается игра, а потом ты выбираешь компоненты, чтобы там что-то загрузить быстрее, но у меня получился просто индивидуальный случай, поскольку тогда, когда я вырубал консоль до перезагрузки игры, она мне не давала скачать эти компоненты, просто писала, что они не установлены. Но зато игра была полностью скачена, там работала и компания и так далее. И больше скажу, она даже получала по сути актуальное обновление, и мы уже играли на ней, но что случилось в этот раз, я просто не знаю. В итоге на выходных я реально чуть не расхерачил Xbox из-за этой ситуации, потому что у меня горело дико, даже до сих пор немножко горит, но я более-менее успокоился, потому что я оторвался на столе, он, кстати, благо все выдержал. Вторая часть данного видоса будет посвящена как раз-таки игре и ее качеству. Напомню, что Гири, а если быть точнее Гирзу Хуар, одна из главных франшиз Xbox. Я фанат Гири, играл в нее в мультиплеер где-то с третьей части, очень много провел времени в мульте, прошел по сути все части кроме Гирз Таксикс, и на мой взгляд пятая часть получилась в этом плане самой худшей. Это я прям официально заявляю. Объясняется это тем, что по коннекту она работает хуже всех, там просто масса ситуаций, когда тебя могут убить без анимации, за секунду до твоего выстрела с большого расстояния, когда игроки просто не кладутся спустя полную обойму с ланцера. Ужаснейший подбор игроков в рейтинге, поскольку сам рейтинг не играет роли в подборе игроков, и нам в команде из серебра, золота и оникса кидает самых жестких игроков по рейтингу чуть ли не самые высокие. Да еще и к тому же с офигенным пингом, когда у нас где-то 100, 50, у них будет 2, 6 или 7. В мультиплеере сократили количество игроков до 4 в команде. В некоторых режимах с полной командой тебя не впускает, якобы тебе нужно всего лишь 2 человека, хотя по общему числу их должно быть 8 в игре. Ну а на турнире нас ждала еще одна тема, в которой лично я не мог пригласить ребят в частную, и поэтому все игры мы играли как не хосты, что иногда было очень важно. Напомню, что Гири одна из самых главных франшиз Xbox'а, наравне с Хейла, наравне с Форзой, но такое вот халатное отношение меня, если честно, очень расстраивает. Да, в ней есть бесплатное обновление, она в подписке, но даже если сравнить ее по качеству с четвертой частью, она очень далека от нее. Я вам в принципе это рассказываю как фанат серии, который безумно ждет продолжения, который играет очень часто в мультиплеер, но исходя из всего этого, ты понимаешь, что Майком, там, Xbox'у, по большему счету, все равно на качество. И как-то исправлять они, видимо, этого не хотят, поскольку, что касаемо проблем с коннектом, это идет уже лет как 10, а то и больше. Соответственно, из-за этой всей дичи, к сожалению, в эту игру больше не хочется играть, поскольку ты понимаешь, что результат той или иной катки зависит не от тебя, не от какого-то там скилла, тимплея, а просто от случайного соединения, которое говорит, либо тебе повезло, либо сори, тебе не повезло. Глядя на футаж, какие-то нарезки, вы вряд ли сможете понять суть всех этих проблем, которые я сейчас озвучил. Но они действительно есть и ощущаются именно в игре, поскольку за долгие годы, играя в эту серию игр, вырабатывается тайминг, понимание того, как это должно быть, а в итоге все катится просто в говно из отвратительного коннекта. Я парень азартный, очень азартный, вы, в принципе, уже поняли из моих стримов, и когда происходит такая вот дичь, которую я приравниваю, наверное, больше к несправедливости, у меня прям ужасно горит, прям вообще капец. Поэтому я решил, что в эту игру я не зайду очень и очень долго. Как вывод к этой ситуации, я, наверное, извлеку лишь пользу, что все-таки нужно проверять все досконально, чтобы не было таких случаев и все работало нормально. И, наверное, что стоит все-таки играть в игры, которые приносят только удовольствие, без какого-либо негатива, горения, потому что тогда, когда идет стресс, вот это вот все недопонимание, это минус здоровья, это минус нервы, да и просто Xbox может реально полететь в стену, вот реально. Да, я очень азартный в плане игр, очень эмоциональный, потому что если я проиграю или идет какое-то недопонимание, да, я просто херачу все подряд. И, кстати, вот стол мой, да, который я вам показывал, он, в принципе, все выдержал, за что ему большое спасибо, и поэтому вам еще раз его рекомендую. На этом, в принципе, все, вот такая вот ситуация, надеюсь, вы излечете из нее какую-то пользу для себя, вот. Ни в коем случае не горите, всем вам здоровья, потому что я вот азартный, не могу ничего поделать, я капец как горю с этой ситуацией. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, если у вас есть что-то сказать по этой ситуации, и большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.